У человечества нет доказательств существования внеземной жизни, но мысли о возможности вступить в контакт с разумными инопланетянами однозначно будоражат сознание. Однако параллельно просыпается наш архаичный страх темноты, чего-то неизведанного, поэтому мы придумываем возражения, когда слышим, что ученые занимаются целенаправленным поиском так называемых «братьев по разуму». Перед вами четыре наиболее распространенных возражения по поводу поиска инопланетян и обоснованные контраргументы к ним. Это безумно дорого. Данное утверждение совершенно не соответствует действительности. Годовое содержание небольшого радиотелескопа, оборудованного по последнему слову техники, обойдется дешевле, чем создание среднестатистического штурмового вертолета. Инопланетяне не пользуются радиосвязью, а если и пользуются, то мы их все равно не поймем. Если инопланетяне разумные и занимаются изучением Вселенной, то они открыли множество естественных радиоисточников, что привело к появлению радиофизики, радиоастрономии и технологий радиопередач. Да, братья по разуму могут быть невероятно прогрессивными, но маловероятно, что это станет причиной полного отказа от удобной и дешевой радиосвязи. Вселенная чудесным образом однородна, законы природы повсюду одинаковы, поэтому естественным языком общения станет наука. Единица и ноль всегда будут единицей и нулем, даже если у них будут какие-то странные названия. Другими словами, расшифровать инопланетное послание будет проще, чем его получить. Если мы найдем прогрессивных инопланетян, то будет уничижительно узнать, что мы примитивны. Несомненно, самолюбие пострадает, но оно страдало и раньше, когда было доказано, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Да и вообще, Солнечная система – это не центр Вселенной. Через несколько столетий все наши достижения и изобретения будут считаться, мягко говоря, примитивными. Но не стоит забывать, что цель современной науки – превзойти саму себя. Знакомство с прогрессивными инопланетянами может дать мощный толчок развитию человечества, которое оставит позади расовые, религиозные, политические, экономические и прочие конфликты. Мы можем стать намного лучше. Они нас уничтожат или сожрут Мы считаем, что инопланетяне будут воинственными и жестокими, так как думаем, что они похожи на нас. Поэтому, руководствуясь подсознательным страхом большинства, ученые пытаются принимать сигналы, а не передавать. Даже если допустить, что инопланетяне такие же, как мы, то совершать невероятно дорогой, долгий и опасный перелет ради ликвидации человечества – это была бы вершина безумия. Например, Сет Шастак, американский астроном и сотрудник Института Сетти, уверен, что если инопланетяне и решат к нам прилететь, то исключительно с благими намерениями. Субтитры создавал DimaTorzok